При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Министерства образования Московской области, Государственного гуманитарно-технологического университета и руководства предприятия «Эколаб» проходит научные конференции, где медики и фармацевты, научные руководители и промышленники медицинского и фармакологического профиля, преподаватели и студенты делятся инновациями в медицине и накопленным опытом, обсуждают новые технологии и возможности развития фармации и медицинских исследований. Это и новые лекарственные препараты, и это и новые диагностические препараты. Приехали к нам очень много людей из разных концов нашей страны. Профессора приехали, даже из Ростова есть, из Питера есть. Люди приехали, будут однодневная конференция, будут делать доклады на тему разработки новых лекарственных препаратов для нужд здравоохранения. И я надеюсь, что сегодня в течение дня будет происходить обмен мнениями, и мы будем обогащать друг друга новыми идеями, новыми достижениями, которые будем делиться своими достижениями с коллегами нашими. 24 докладчика выступили со своими научными работами перед аудиторией. Параллельно на конференции работали две секции – «Иновации и технологии» и «Молодые ученые». По заявкам участников конференции и на основании направленных для участия в ней научных материалов был издан сборник статей. Мы выпустили еще книжку сборных материалов там, в этом сборнике статьи на тему «Иновации и медицины». Аж даже если из Монголии, из Германии, из Испании – это конференция в международном участии. Уже пятый год мы проводим. Это дает нам возможность общаться с людьми, которые работают на передовых краях науки, посмотреть, какие есть новые препараты, новые разработки, их взять в работу, допустим, нашей компании и производить их, поставить для нужд людей. Все участники конференции побывали в производственных цехах, ознакомились с процессом производства диагностических наборов и лекарственных средств. В выставочном зале свои новаторские разработки представили производители медицинского оборудования и препаратов, представители науки и фармакологии. Это мобильный комплект для микробиологического контроля за состоянием воды. Сейчас берут пробу, везут в лабораторию, там фильтруют, потом ставят на анализы и так далее. Это долго, неудобно. Поэтому мы разработали вместе с Военно-медицинской академией имени Кирова города Санкт-Петербурга и с ЭКОЛАБом вместе комплект, который включает в себя не только микробиологический контроль, но и контроль по вирусам. С недавнего времени на территории ЗАО «ЭКОЛАБ» располагается государственная кафедра микробиологии Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета, профессором которого является президент компании «ЭКОЛАБ». Сегодня очень приятно отметить тот факт, что ЗАО «ЭКОЛАБ» стал не только, скажем так, производственным центром, но стал уже и научным центром. И поэтому, конечно, хотелось бы желать, чтобы ваша конференция была насыщена позитивными эмоциями, чтобы каждый унес какие-то, наверное, знания, новые цели для себя поставил. Ну а себе Валерий Кашимовичу пожелать дальнейшего развития, процветания. Ну и, конечно, очень приятно, что вышли на международный уровень, не терять планку, не падать и дальше развиваться. Научно-практические конференции с точки зрения их результативности и применимости позволяют делиться опытом, общаться на научные темы. И все это в неформальной обстановке, что, несомненно, влияет на качество научного процесса. «Нужно вообще работникам, людям, связанные с медициной, такие конференции? Для чего они как нужны?» «Для саморазвития, наверное. Узнать что-то новое, больше информации. Естественно, это очень важно». «Пригодится это вам в работе?» «Естественно, нужно. Больше опыта наберемся».